Знаете, что интересно и важно? Это эффект слов. Могут ли слова иметь влияние на нас? Простое слово. Я думаю, это уникально. Как Бог может создать Вселенную? Он просто сказал, и она произошла. И как вы знаете, что слова людей могут влиять на нас? Они могут нас радовать, а также нас раздражать. Поэтому это очень важно, когда мы встречаемся вместе, чтобы услышать Его Слово. Его Слово имеет эффект в твоем существе. И вообще, в книге Откровения написано благословены те, которые слышат. Не слушают, а слышат. Хорошо, конечно, читать, но нужно слушать. Вот почему нужно говорить Слово. Итак, место Торы сегодня. Мы в прошлой неделе говорили, все прославляют, конечно, Золотого Тельца. Моисей ломает скрижали десяти заповедей, и он там еще сорок дней. И потом он приходит назад. И когда он приходит назад, это уже емкий пор в день очищения. Он говорит, что все, сделано очищение, и у меня есть блупринт того, как строить место, где будет обитать сам Бог. Итак, Бог хочет обитать среди вас, он говорит. И поэтому для меня это интересно, что искупление находится в тот же день, когда искупление должно было быть. И сколько времени он был там, кто знает, в какой день он был там. Да, возьмите емкий пор, заберите сорок дней, поэтому это первый день города Иллула. Итак, Иллул — это день покаяния. И Моисей здесь и также кается за грех этого Золотого Тельца, и потом снисходит на день искупления. Но нам нужно понять нечто, что это тот же день в первой Иллула, когда Иоанна пророчествовал Неневе, Иллу — от первого до Йом-Кипура. И потом Иешуа был в пустыне, тоже от Иллу до Йом-Кипура. Итак, мы приходим к нашему местописанию в Яхел, или собрание, или собрались. И другое слово, которое мы имеем, — это кахал. Итак, кахал означает собраться. Все скажите кахал, потому что вторая часть этого служения... Я буду начинать с этого же местописания. Хотел, чтобы вы запомнили это место. А кахал означает что? Чтобы быть вместе. Итак, они встречают, или восстанавливают скинию Моисея. Кто помнит? Три сына Левия, их имена. У Левия было три сына, помните, на которых разделялось колено Левия? Да, 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 это его был... Это Гершон, Кохат и Мерари. Теперь, когда вы посмотрите на эту картинку, Кохатайцы были ответственны за святые сосуды, и никто их не мог ни прикасаться, ни трогать. Гершонайцы должны были строить или восстанавливать саму скинию. А Мерари имели, конечно, блупринты, и поэтому, что делает Моисей? Он собирает народ, а они собирают скинию. Понятно. И потом мы приходим к исходу 34, 27, 28, и сказал Господь Моисей, напиши себе слова сии, ибо в сих словах «Я заключаю завет с тобой и с Израилем, и пробыл там Моисей у Господа 40 дней и 40 ночей». Это уже второй раз хлеба не ел, воды не пил, и написал на скрижалях слова завета 10 слов. Итак, здесь мы начинаем. Это исход, 35 глава, 1 стих. «И собрал Моисей все общество сынов Израилевых и сказал им, «Вот что заповедал Господь делать». Итак, давайте запомним. Все боялись, что их теперь убьют за грех золотого тельца. Моисей сходит, говорит, «Мне добрая новость, Бог вас прощает, было искупление, и теперь Бог хочет, чтобы вы построили Ему место, где Он будет обитать». Я думаю, это уникально, потому что, задумайтесь, это последняя часть того, что должно быть в творении. Если вы помните, «Бытие 1.1» Он создал место, где бы мы обитали, и следующее время, что Он хотел, чтобы мы сделали это, нашли Ему место, где бы Он обитал. Очень важно нам запомнить. Теперь прочитаем исход, 35 глава. «Два, шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым, суббота покоя Господу, всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти». Я думаю, это уникально. Первое, что Бог говорит им, «Вот, что вы должны делать, чтобы работать, но суббота важнее, чем работа. Вы должны отдыхать». И поэтому Он начинает с этим. Вот что Бог хочет, чтобы вы делали. Вначале вы должны отдохнуть, а потом строить скинью. Очень многие из нас ставим работу до отдыха. Многие люди, и мы об этом будем говорить позже, 64% этих людей, которые не верят в Бога, они видят, что суббота-воскресенье является отдых от работы, и потом они идут назад на работу. Поэтому для них главная работа, и от них два дня отдыха. Но не было понедельника или вторника в Библии. Что характерно, каждый день был назван, был назван соотношением к субботе. Вот первый день к субботе, вот второй день к субботе, третий день к субботе. И вообще-то цель всегда была суббота. И поэтому каждый день, если вы можете думать, «О, четыре дней, и я выйду из школы, три дня, и школа заканчивается, я не могу дождаться». Но их концепция была такова, «Да, у нас пять дней, и будет суббота». Или один день у меня будет суббота. Как будто они едут на праздник или на отдых. И поэтому суббота была цель. Суббота была цель. Скажите, цель. И вы видите, почему это важно, потому что... Итак, это цель каждой недели. Я хотел нечто показать вам, если возможно. Итак, цель. Цель является... Целька. Суббота. Итак, цель. Цель является... Суббота. И нам нужно дойти до субботы. Давайте я дойду, где мы были. Давайте прочитаем вместе. Исход 35. 4.5. «И сказал Моисей всему обществу, сыновый израильих, вот что заповедал Господь». Посмотрите. Он не сказал, что я заповедаю, а он сказал, что заповедал Господь. Это не закон Моисея, это закон Господа, Моисей пишет. «Сделайте от себя приношение Господу, каждый по усердию пусть принесет приношение Господу золото, серебро, медь». И вот они строят, строят скиднию. Там, конечно, не было этих, такого инструмента, но нужно иметь сердце специально, мы читаем. какое сердце? Сердце щедрое. А также, исход 35.10, они должны иметь мудрое сердце, и всякий из вас мудрое сердце. Пусть придет и сделает все, сделает все, что повелел Господь. Итак, очень часто мы хотим строить нечто для Бога, но вы должны строить его, как он это захочет, не так, как вы захотите. То, что он, где он может обитать. Что бы если он построил землю, и там только была вода? И поэтому он говорит, «Я построил это для вас, я хочу, чтобы вы построили нечто для меня, и вот, что вы должны построить. Или мы построим это так, как мы хотим, или так, как он хочет». И, конечно же, вот, что происходит. Исход 35. «Пошло все общество сынов Израилев от Моисея. Приходили все, которые влекло к тому сердце, и все, которых располагал Дух, и приносили приношения Господу для устроения скиний собрания, для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужа с женами, и все по расположению сердца приносили кольца, серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи. Каждый, кто только хотел приносить золото Господу». Хорошо. Почему мы имеем такой быстрый прыжок от субботы к строению скинии? Потому что наш отдых с Богом более важен, чем наша работа для Бога. Итак, отдыхать с Богом более важно, чем работать для Бога. Что также важно нам понять? Написано, «Всех, кого сердце побудило». Итак, мы имеем сердце. Или мы видим, что вот есть сердца. Он хочет, есть те, которые имеют... Он хочет, чтобы... Он хочет мудрые сердца, щедрые сердца, желающие сестра, и сердца, которые нас поднимают к нему или к работе для него. Вот большая разница между тем, между сердцем, которое любит, которое привлекает нас к работе, которое ведет нас вперед, чем когда мы, наше сердце, возносим. Ваше сердце вас возносит, или вы возносите сердце Божью. Вы возносите сердце Божье, или оно возносит вас. Итак, я об этом больше скажу позже. Последний акт творения, когда все было сделано, Бог отдыхал, и Он не мог дождаться места, когда Он, Ему будет сделано место. Когда вы вообще читаете творение неба и земли, где-то 31 Бог, конечно, мог сказать, давайте я вам расскажу, что я сделал для вас, и там можно было написать 500 дней творения. Он дает только 30 стишков своего творения, и потом 20 глав нашего творения к Нему. И поэтому это как отец или мама, которая радуется, когда маленький ребенок что-то там рисует или строит, родитель это весь вешает на холодильник и всем показывает, посмотрите, как красиво нарисовал для меня мой ребенок, а не начинает хвалиться своих каких-то достижений. И вот почему Бог написал страницами и страницами то, что Его творение делало для Него, кроме того, вместо того, чтобы говорить о том, что Он сделал для нас. И я не знаю, кто из вас имел тинейджеров, они всегда говорят так, всегда нанимают тинейджера, потому что они знают все. Одно, говорят тинейджеру вынеси мусор, ничего не происходит. Ты можешь, пожалуйста, вынести мусор? Я услышал, я услышал тебя, я не хочу, чтобы ты услышал меня, я хочу, чтобы ты это сделал. Итак, когда ты говоришь тинейджеру выкини мусор, а у тебя мальчик семь лет берет этот мусор, выносит, что же вам больше понравится. Маленький ребенок, конечно, кого сердце влечет его к доброму делу и говорит, я хочу помочь папе, маме. А тинейджер говорит, а, когда-то я дойду до этого. Бог хочет людей, которых сердца влекут их к нему, чтобы они хотели делать то, что он хочет. И не только они давали то, что они имели, но они давали свою работу, свое время отдавали. Поэтому, когда мы строим место для Бога, это не только от нас требуется дух щедрости, но нам нужно единство. Бог любит, когда у нас есть единство. Когда все воевали, кто главный при строении скини, скини бы никогда его не построили. И поэтому три раза, когда слава снисходила в Библии, всегда написано, они были в одном духе или в единстве. Если мы хотим, чтобы слава снисходила, но мы не хотим быть вместе, это не произойдет. Итак, давайте, что мы найдем исход 35, 26, и все женщины мудрые сердцем пряли своими руками и приносили пряжу голубого, пурпурого и червленого цвета, и весь он, и все женщины, которых влеклось сердце, они делали одежду для священников. Я хочу больше сказать, я не знаю, если вы это знали. Знаете, что во время Соломона были десятки тысячи священников, десятки тысячи священников. сколько дней, сколько из них не работали, и поэтому была лотерея, для всего было, чтобы каждый левит мог служить, и поэтому имели эти священные одежды, но знаете, что, не было одной одежды для всех. Каждый священник имел свою одежду, сделан для них, и очень много женщин пряли, и делали эти одежды и все ткани, которые нужно было делать, чтобы у каждого священника была своя одежда. И потом мы опять читаем, все женщины, которых влекло сердце, умевшие прясть, пряли козью шерсть, и все мужья, жены и сынов Израиля, которых влекло сердце, их принести на всякое дело, какое Господь через Моисея повелел сделать, приносили добровольные дары. Когда мы читаем 31 стих, сказал Моисей Именно Веселеила. Итак, поименно или именно, это означает, что это очень важное имя, сына Урии, сына Ора из колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. Когда вы изучаете семь Духов Божьих, которых мы находим в Исаии, там есть Дух мудрости, познания, но что характерно, у всех евреев, все евреи были исполнены Духом. Знаете, многие пятидесятники говорят, о, Дух Святой был на них, но не в них. Нет, Дух Святой был в них. Веселеил, что же это означает? Это тень Божья, его полная генеалогия была вот тень Бога, сын света, сын белого. Итак, Бытие 1, 26, «И сказал Бог сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Итак, это два разных вещь, одно внутреннее, другая внешнее, и поэтому сделаем человека, который выглядит как мы, как мы внутренне и внешне. Итак, этот имидж, «Сол Мэйму», «Бетал Мэйну», и это то же самое слово, которое используется, чтобы наименовать этого человека. Вот мы приходим к следующему стих, 27-й, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его». И вот почему мы видим «Бетсалмо Бетсалам». И мы видим то же слово. Итак, это слово, образ Бетсалом. Потом читаем дальше, Псалтир 91, «Живущий под кровью Всевышнего под сенью всемогущего». Посмотрите, сень или тень, «Бетсал». Поэтому это также означает, что он находится в тени Божьей. Вы поняли? Хорошо. Дальше. Посмотрите на это. Что же это? Это тень, конечно лошади? Нет. Вы можете сказать, вы смотрите на тени и знать, что за объект имеет эту тень? А что же это? Ничего себе. Теперь это самолет? А может быть, это тень самолета? Теперь, аж кто может сказать, что это образ или прообраз Божий? Мы сотворены по тени Божьей. Это являются подобии Божьи. Это не боги, но нет, это образы Божьи. И он сотворил нас по своей тени. Вот почему тень была очень важна. И если вы знаете, если вы вообще видите это, посмотрите на Колоссян 2, 16, 17. Очень много верующих не понимают это местописание. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье или за какой-нибудь праздник Мадим или Новомесяч или Субботу. Это есть тень будущего от тела во Христе. Итак, каждый из вашей Библии написано не написано но, Бог человек добавил, это нельзя добавлять к Слову Божьему. Что написано? Что все назначенные времена Пасха, Пятидесятница, Скиния, Рож Хешана, Юм Кипур, Новолуния, даже все моменты эти назначенные времена. Кто из вас верит, что Бог тот же вчера, сегодня, вовеки, если Он исполнил праздники весенн, нет, Он исполнит и осенние праздники, и поэтому мы должны понять, когда мы говорим об этом, это не унижает их, они говорят, что ничего себе, они являются тень, или они прообраз того, что грядет. Если я сказал, что что-то грядет, вы не знаете, что это, не хотели бы вы увидеть, что вообще за тень, того, что уйдет, если вы забираете тень, то вы никогда не узнаете, что грядет, но вот почему это очень важное место. Что еще? характерно, тень тень Божья очень важна, особенно когда в назначенные дни. Что же, давайте я спрошу вас, первая заповедь, которая была дана. Кто еще думает, может, суббота, первая заповедь, которую дал Бог Израилю, люби Господа всем сердцем, кто-то еще может сказать первая заповедь. Я дам вам намек, это не было дано на горе Синай. Первая заповедь была, когда они были еще в Египте, и это будет начало месяца, следите за моим календарем. Первая заповедь, Нисан первого должен быть началом месяца месяцов для вас. Итак, календарь это номер один, потому что если вы не на его календаре, какое добро вы получите от других заповедей? Если два человека женятся, они не могут решить, на каком дне будут жениться. Женятся ли они? Конечно же нет, и поэтому Бог говорит, мы должны понять, когда мы будем вместе. Я хочу вам нечто говорить, «Будьте на моем календаре». Итак, а что насчет Ноя? Был день, когда все должны были быть на лодке. Если они подождали, то лодка уплывала. Итак, самое главное тени, это когда они происходят во время духовных таких общениях. Первая заповедь была первого Ниссана. Это должен быть первый день. Первое Ниссана это тот день, когда скинья Моисея была посвящена, когда слабобожность не зашла, но также тот же день, когда Надаб и Авиун умерли, но также первого Ниссана был тот день, когда три казни темноты начались в книге Исход. Очень важное. В апреле 8 затмение будет также первого Ниссана, и будет тень по Соединенных Штатах, и поэтому Бог говорит нечто нам о первого Ниссана. Вот солнце, вот луна, и вот тень, которая кидается на землю. Итак, солнечные затмения, они делают тень и показывают нам о духовных общениях, о которых мы должны знать. Надим это небесные расчеты на Божьем календаре. Итак, эти святые заметки времена, они построены на солнце и на луне, и вот солнце и луна сопоставляются как божественный маркер времени на первого Ниссана, и поэтому как дефиниция этого момента, вот время, которое будет показывать пророчество вина, то, что грядет или как бы будет показывать то, что грядет. Итак, это необычайные тени предсказывают необычайные моменты. Это происходит только происходило восемь раз, пока когда Соединенные Штаты были нацией. Это как бы полное затмение. Первый раз это было во время революционной войны, потом было это во время Отечественной войны, потом было во время Вьетнамской войны, а что будет потом в этот раз? И поэтому для того, чтобы было затмение, должен быть свет. Давайте прочитаем Иоанна 1.9. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Я добавил некоторые места, которые не в ваших записях, вы можете их дописать. Я хочу поставить эту маленькую картину, 23 Псалом, мы всем знаем, даже если я прохожу через долину смерти, я не боюсь зла, потому что он ты со мною. И поэтому мы должны понимать, что есть смертная тень, но это все, что говорит нам, это то, что смерть является реальность. Если смерть не была реальной вещью, то она бы тень не кидала. Мы читаем в другом Псалме, ты изломал нас, ты вместо дракона, ты покрыл нас тенью смерти. если если мы забыли имя Господа или прострили наши руки к чужому богу, то наш бог бы знал, потому что он знает секреты нашего сердца. Поэтому мы должны понять, что тень может охранять вас, то есть как бог, как зонтик охраняет вас от солнца или дождя, то есть как у Иоанна, он хотел, чтобы была тень над ним, это был хороший знак Божьего благословения и охраны, а также может быть плохой знак, показывая, что вы ходите во тьме, и поэтому для всего есть и хорошая и добрая часть. Хочу прийти к следующему месту Писанию, вот проблема. Это перевод короля Якова, там есть много ошибок, я извиняюсь для тех, которые думают, что это лучший перевод, но это правда. Написано Христос конец закона. Правильности всякого верующего, что учит церковь, это означает, что конец закона больше нет. Христос конец закона. Нет. Давайте я вам дам еще другую версию Римлянам 10.4, ибо Мессия является цель закона к праведности от всякого верующего. Давайте я вам дам объяснение. Вот является цель, и это линия, которую вы должны переступить, чтобы достигнуть цели, забить очок. Итак, Мессия является цель, и куда мы идем, точно так как мы идем к субботе, мы идем к Мессии. И вот большая игра, и потом кто-то ловит мяч, и что мы видим? Тачдаун, или забили очок. Что же это говорит нам, что Мессия конец закона нет, но Мессия цель закона, поэтому закон показывает нас к правильному человеку, то есть к Мессии. И люди говорят, о, мы не должны иметь никакие заповеди. Но вот если кто-то кому-то нравится бейсбол или футбол, вот этот человек показывает знаки, чтобы помочь и показать, что нужно делать, какой мяч нужно кидать, чтобы выиграть игру. И поэтому вот что он говорил в бытие. Бог создал солнце и луну для знаков, а церковь не знает, как читать знаки, потому что они не на правильном календаре. Григорианский календарь, он на солнце, и это не тот, который Бог использует, а ислам использует календарь луны, но Бог не использует этот календарь, а Бог использует библейский календарь. Если мы не используем его календарь, как же мы узнаем или распознаем его знаки? Хорошо, точно так, как суббота является целью каждой недели, каждую неделю мы забываем еще одиночок. Итак, давайте пройдем дальше, Римлянам 10, Исход 35-34-35. Способность учить других вложил в сердце его, его и Агалаива Ильява, сына Ахисамова из колена Давида, Данова. Он исполнил сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу, режчика и искусного ткача, и вышивателя по голубой пурпурово-очерленной весонной ткани. Исход 36-1-2. Итак, Бог заповедует нам работать. И стал работать, веселил и Агалия и все мудрые сердца, которым Господь дал мудрость и разумение, чтобы уметь сделать всякую работу, потребную для святилища, как повелел Господь. Многие люди думают, что они могут делать сайдинг, но когда дело приходит к делу, они этого не знают, как делать. И написано, призвал Моисей веселила и Агалия и всех мудрых сердцем, которым Господь дал мудрость, и всех, коих влекло сердце, приступить к работе и работать. Итак, Бог хочет наши сердца подвинуть к тому, чтобы мы строили царство. Исход 36-5-8. Опять я сказал Моисей, говоря, народ много приносит, более нежели потребно для работ, какие повелел Господь сделать. И приказал Моисей, и объявлено было встание, чтобы ни мужчина, ни женщина недели уже ничего для приношения во свечилище и перестал народ приносить. И запаса было достаточно на всякие работы, какие надлежат делать, и даже осталось. И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой в скине, десять покрывал из крученого висона и так далее. Что характерно? Как люди собрали, чтобы строить скинью, их нежелание было, чтобы Божья слава снизошла с неба на землю, Божья слава ушла, и они молились, чтобы она снизошла снова. Я думаю, это больше к мужчинам, чем к женщинам приходит, относится, но и к женщинам тоже может относиться. Кто, сколько людей читает инструкции при тем, как они начинают какую-то работу. Некоторые люди это делают, а некоторые люди думают, о, я буду работать над этим, а потом уже, когда я попаду в какую-то проблему, прочитаю инструкцию. Хочу дать вам уникальный пример. Когда я был в школе, кто из вас любит тест, когда у вас есть какое-то время, и после этого времени вы должны сдать экзамен? конечно это делает, говорят, это будет большая часть вашей оценки, вам нужно все правильные ответы, и она говорит, пока да, я скажу, начинайте, вы можете повернуть ваши страницы, вы сможете это сделать, и вы должны прочитать, вам только 15 минут есть, чтобы сделать этот тест, и быстро люди начали заполнять, и один из тех тупых людей, которые читают все и в инструкциях было написано, нужно только сделать последний номер, а все думают, о, Билдс, ты неправильно сделал этот экзамен, потому что ты так быстро закончил, но нет, я прочитал инструкции, которые заповедала, сделала учительница, и поэтому мне было легче, Тора дает инструкции, поэтому нельзя винить Бога, когда у вас потом проблемы, когда Бог говорит, не, а Бог говорит, пожалуйста, в мясорубку не став руку, а человек ставит руку в мясорубку, потом говорит, Боже, это все твоя вина, нет, это не твоя вина, а не Божья вина, это прочитай инструкции, глупый, и поэтому, что происходит, Израиль не хотел ожидать инструкциях, они хотели быстро начать построить золотого тельца, они построили то, что они думали, было достаточно для Бога, вместо того, чтобы сделать дефиницию того, что Бог хочет сделать, и вот происходит что-то очень больное, религия без торы приводит только к идолопоклонству, религия без инструкции приводит к язычеству и идолопоклонству, сколько церквей не читают тору, говорят, мы не хотим ничего больше делать с торой или законом, но Божий закон должен давать дефиниции того, как приближаться к Богу, посмотрите, исход 7, 3, 5, и вылил для него четыре кольца золотых на четырех нижних углах его, два кольца на одной стороне его, и два кольца на другой стороне его, и сделал шесты из дерева сетим и обложил их золотом, и вложил шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы носить ковчега. Видите ли вы, что здесь говорит? Что шестые были на углах. Это не выглядело вот так. Это вообще неправильно, потому что на бок должно быть именно вот так выглядеть. Шестые именно так стояли, всегда вертикально, не хоризонтально они вставлялись. Я могу показать много доказательств из Писаний и вообще-то даже... Давайте посмотрим. Первое царство... Третье царство 8.8 выдвинулись в шесты, так что головки шестов видны были из святилища пред довером, но не выказывались наружу, они там и до сего дня. И вот они именно так выглядели. вот еще один пример. Открывали скинью и эти шесты стояли вот именно так. Вот почему они не могли ставить в другую сторону, как мы видим это на сериях телевизора и других тупых передачах, глупых, извините, передачах. Посмотрите, если стена вот здесь и здесь, если вот ковчег так и эти палки вот так, то вы не можете их вытащить и вам нужно перепрыгивать, чтобы дойти до другой стороны. Но если человек, если оно стоит вот так, как я показываю, вы их шестете немножко вытаскиваете, человек заходит, опять затаскиваете и это все адекватно выносится. Исход 38, 25, 26. Посмотрите, серебра же от исчисленных лиц общества 100 талантов и 1775 сиклей, сиклей священных, 603,550 человек с каждого поступившего в исчисление 20 лет и выше попал сиклю с человека, считая на сикль священный. Итак, Бека является полсикля. Видите ли вы это? Бека является полсикля, если вы помните, слово для полсикля, а макоцит говорит пол или половина, а теперь не макоцит, а Бека. Бека мы видим только два раза это слово в Торе, и когда слово только несколько раз является в Торе, то нужно сравнивать с другим местом, и уже смотря на весь контекст этого слова вы можете делать заключение. Итак, другое место мы читаем. 20 лет и выше попал сиклю с человека считались на сикль священный. Хорошо. Слово Бека говорит, что больше, чем половину. Бека говорит о том, что нечто, что изломлено на две части. Можно иметь полный полсикля или сикль, который разломлен на две части. Понимаете, о чем я говорю? Посмотрите, это говорит, что Бека на человека, с человека. Итак, в еврейском это слово переводится как голголет. А что вообще мы имеем? Какое слово мы имеем от слова голголет? Да, голгофа. Голгофа означает голова или череп. Итак, Бека говорит переломленное. И что важно понять, мы говорим о мы говорим о некто, о человеке, который был изломлен на голгофе, который делает искупление. И мы это видим прямо здесь. что же происходит? Каждый должен был давать пол сикля серебра. Теперь давайте переходим в бытие. Другое место, когда это мы видим, вот, дает пол сикля, но теперь уже золото. Что же мы видим? Давайте прочитаем. Давайте сначала прочитаем Марком 15 22 привел его на место Голгофу. Что значит лобное место? Итак, некто, который изломлен на голгофе, чтобы мы могли приблизиться к Богу. Другое место. сказал Авраам рабу своему старшему в доме его, управляющему всем, что у него было, положи руку твою под тегно мое и клянись мне Господом Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Иисаку. И когда Ильейзар видит ее, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля, подождите, Бека опять, и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота, не интересно ли это, что же он дает ей? Золото, полсикля золота, два запястья, говоря о двух скрижалях, и поэтому, и они весом в 10 сиклей золота, или 10 заповедей, и что же мы видим? Мы видим, что невеста или, извините, невеста дает полсикля серебра, а жених дает полсикля золота, чтобы жениться на своей супруге, и поэтому одно это для искупления своей супруги, а другое для строения дома. И здесь мы видим полсикля серебра, полсикля золота, чтобы было искупление, и Мессия, который на кресте, тот, который имел это сердце поломленное, которое искупило нас. Давайте встанем. И мы будем молиться. у нас у нас есть некоторые у нас есть нечто вкусное снизу, и потом мы будем продолжать. Есть очень интересная вторая часть. Какое слово я хотел, чтобы вы запомнили? Кахал. Да, Кахал означает собрание. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за то, что мы можем вместе собираться. Слыша Твое Слово, прошу, чтобы у нас были сердца, которые понимали, уши, которые слышали. Хотим провозглашать свет Торы всем нациям. Хотели, чтобы все знали Тебя, понимали Тебя. Хотим прославить Тору точно так, как Ты говорил в Слове Твое. Поэтому, Отец, благодарим Тебя за всех тех, которые с нами в Соединенных Штатах и по всему миру, которые дают с радостью. Они сеют семя, чтобы Царство Твое росло. Мы хотим, чтобы наши сердца были повыше. И поэтому, мы хотим, чтобы каждое, чтобы дело Царства продолжало. Благодарим за десятины, за поддержку, которые приходят, чтобы поддерживать Твою работу. Во имя Иешуа. Аминь. Благословен Ты, Господь наш Бог, Создатель и Царь Вселенной. Ты благословил нас всем, Торой истины. Ты благословил нас советом Твоего Святого Слова через силу Духа Святого и законченную работу Мессии Иешуа. Ты один посадил среди нас жизнь вечную. Благословен Ты, Господь наш Бог. Аминь. Вы можете идти на перерыв. Аминь. И аминь. И аминь. Отец, просим, чтобы Твоя слава наполнила это место, как прекрасно, как было, когда на первые сады, когда слава Твоя наполнила это место. Как прекрасно было в 15-го Тишри, когда слава Твоя наполнила храм, когда во время Шабаота, когда опять слава Твоя наполнила Твой храм. И мы знаем, что это будет опять происходить, когда Твоя слава будет исполнять Твоей славой, как море наполняется. И поэтому в нынешнее время мы дети, которые нуждаемся в исцелении. мы хотим молиться всех братьев, сестер, которые нуждаются в физическом прикосновении от разных трудностей и от тех, которые имеют нужды психологических разных и болезней, физических болезней. Мы молимся Тебе. А может быть, люди нуждаются в доме, в машине, в работе. Используй нас как руки и ноги, чтобы воля Твоя была здесь исполнена на земле, как и на небе. Мы также хотим молиться нашей нации, чтобы Ты обратил сердца наших лидеров в каждой сфере назад к Тебе. Мы хотим видеть пробуждение здесь, в Соединенных Штатах, которые мы, зрители по всему миру, пожалуйста, молитесь о Ваших руководителей, чтобы мы были нацией овец, а не козлов, когда Бог будет разделять нации, судя по тому, как они действовали с Израилем. Рамадан приближается, и также время Рафы также приходит. Мы просим, чтобы время воля Твоя была соделаема, а также чтобы Твой народ был под охраной Твоей. Аминь. Вы можете занимать ваши места. Хорошо. Готовы ли вы? Пожалуйста, пристегнитесь. мы будем еще дальше погружаться в... И, конечно же, начнем, где мы закончили, Исход 35.1 «И собрал Моисей все общество сынов израилевых», а слово «собрал» на иврите это «кахал». Правильно. Кто из вас слышали о Септуагинте? Септуагинт был сделан в 132 году до времени Мессии. Это была еврейская Библия, переведена на... переводена на греческий язык для еврейских или евреев, которые только знали греческий язык. Если вы помните, Вавилон было первое царство, потом было царство Медиан и Персии, потом греки и потом римляне правили. Но римляне, они уже только сто лет еще правили, а греки до этого уже долгое время господствовали, и поэтому многие люди знали разные языки. Апостол Павел знал латинский, греческий, он знал и еврейский, не так, как американцы, которые знают только один язык. Итак, если вы посмотрите на это слово «собрание» и в еврите, чтобы перевести «кахал» в греческий язык «калео». «Калео» означает или это слово, из которого иходит «экклесия». «Калео». И вот почему церковь называется «церковь», та, которую вызывают, потому что «экклесия» это ассамблея, которая вызвана. Теперь это личный вызов, не так, что кто-то выходит и начинает говорить «мы всех собираем». Нет, это личный призыв, когда вы лично призываете кого-то, скажем, у вас свадьба, гости приглашены, и вы начинаете приглашать конкретных людей, не просто всех. Поэтому это уникальная призыв, и он направлен к тому, чтобы собрать всех вместе. Теперь дам вам пример. Если вы прочитаете 2 Тимофея 1 глава, написано «Мессия, который спас нас, он призвал нас святым призывом», и вот это слово «святой призыв», «кало сантос». Итак, «калео» означает, это греческое слово, которое используется в писаниях, чтобы призывать, но это неординарный призыв, это тот призыв, который Бог говорил Моисею, и также тот призыв, который был для Самуила Богом. Самуил, Самуил. И поэтому это те люди, которые собираются, они имеют личный призыв такой. Хорошо. Почему это важно? Если мы возвращаемся в 132 году до нашей эры, хочу немножко поменять это, были греческие боги. Я думаю, многие из вас слышали о Писидиане, Афродайте, Хермеса, Зевса, Артемиса. Греки, как вы знаете, были боги Библии, и были все вот эти языческие боги. После греков были римлянные, а вот римские боги. Я думаю, вы слышали их. Вот Херкулей, Аполло, Афена, Зевс или Юпитер, Нептун, Плутов, помните, Вестон, Ирис и Артемия. И поэтому, если вы не были евреи, вы были язычники. Не римлянные, и греки не служили еврейскому богу, богу Авраама и Исаак Якова, служили своим языческим богам. Хочу нечто спросить у вас. Вот. 1500 лет до нашей эры, и вообще, скажем, давайте до рождения Христа, у нас есть все эти боги римские, греческие, потом рождается Мессия, а до этого или вы служите единому богу, а только или вы язычники. Были ли католические церкви до Мессии? Вы праздновали ли Мессию перед тем, как Мессия был рожден? Нет, молодцы, вы прошли этот экзамен. Были ли церкви в 132 году до нашей эры? Конечно же, не было, когда септеогин, то есть греческий перевод был сделан. Итак, греческий, который перевели, был классический греческий, это был как бы профессиональный грек, а Новый Завет был написан в греческом коне, то есть в простом греческом языком. Было 72 еврейских книжника, которым было заповедано перевести Старый Завет на греческий язык, когда Иешуа пришел, уже у всех был этот перевод еврейской Библии. Некоторые евреи, греки не знали Библии, но все-таки эта Библия была. И Иешуа, он цитировал септеогинт. Почему это важно понять, что это был главный язык того времени, потому что показывает, почему некоторые слова были использованы так, как они были использованы, то есть в нашем контексте экклезия или экклесия. Посмотрите, мы начнем Таразаконии в 4 главе 10 стихом. Поймите, это было переведено в 132 году, когда еще не было церквей. И что же мы находим? Таразакония, это 1500 лет до нашей эры, о том дне, когда ты стоял перед Господом, Богом твоим прихориве, и когда сказал Господь мне, собери, экклезия, ко мне народ. И я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться мне во все дни жизни своей на земле и научатся новей своих. Итак, поеврите кахалп, на греческом это экклезия. Я не, это очень все просто, я не пробую вас сбить. Давайте продолжим дальше. Таразаконие 9.10, следующее место, когда мы читаем слово экклезия, и дал мне Господь, Моисей говорит, две скрижали каменные, написанные приостом Божьим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день экклезии. Собрание. Теперь, кахал на иврите, экклезия на греческом. Мы будем говорить, что мы читаем сейчас на греческом. Таразаконие 10.4, написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе и среды огня в день собрания экклезия. И отдал Господь мне. Но, чтобы вы знали экклезия, тогда, имела значение войны. Это экклезия, которая говорит о войне. Посмотрите, Таразакония, книга судей 22. «И собрались начальники всего народа, все колено израилевы, собрание народа Божия, 400 тысяч пеших, обнажающих меч». Итак, их собрание было армией. Это было собрание армии в 1 царств 17.47 и узнает весь этот сон Экклезия, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Не только помните, все то, что на земле является по образу небесному, была также война на небе. Прочитаем Салтырь 89.57 «Мне небеса прославят чудные дела Твои, Господи, истинно Твою собрание святых, ибо кто на небесах сравнится с Господом, кто между сонами Божьими подобится Господу, старашен Бога в великом сомне святых, страшен Он для всех окружающих Его». Итак, мы сейчас говорим о небесном воинстве, Экклезия небесных воинств. Теперь, давайте дальше просмотрим Матфея и Втанакия, извините, 116 раз используется слово «кахал» или «экклезия», или «ассамблея» используется. 96 этих раз переводится как, извините, это слово «кахал» переводится как «экклезия» на греческий, 45 раз это переводится как «синагога», что означает «синагога». Итак, мы видим, что есть сопоставление между синагогией и экклезией. Итак, «экклезия» означает «собрание», «синагога» также греческое слово, которое означает «собрание», но переводится «синагога» как «религиозное собрание», «кахал» может быть «собрание», фанатов «сигаков» или «маринов» тоже команды бейсбольной. Это просто собрание кого-то. Задумайтесь насчет этого. Есть, что мы должны понять, что «септуагин» был написан почти 200 лет до времени Иешуа, и поэтому «экклезия» был термин, который все знали, и означало это слово «собрание». Хорошо. Теперь, когда Иешуа говорит, что «на этом камне я построю свою экклезию», он не создавал ничего нового. Но церковь думала, что «экклезия» будет означать церковь, потому что Иисус создал что-то новое, потому хотя церковь или «экклезия» переводилась по одному, то есть собрание, как бы сотни, или сколько раз перед тем, когда переводилось собрание, как синагога, и но церковь хотела разделить. Они сказали, «экклезия» будет церковь, а синагога будет церковь, хотя как слово «как отец» и «папа» то же самое слово, так «синагога» и «ассамблея» также то же самое слово. «Я говорю тебе, ты Петр, и на чем камни я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, экклезия, не церковь?» Я хочу сказать, что не было церквей в Новом Завете. Не было церквей. Они не говорили на английском языке. Это были собрания экклезии. Экклезии. И врата ада не одолеют ее. Теперь, мы только что закончили, что если вы были греком и жили 2000 лет назад, Библию вы бы читали, как Моисея собрал людей, которые являются собранием. И посмотрите на перевод короля Иакова, Диане 7,38. Это тот, который был в церкви в пустыне. Подождите. Была ли церковь в пустыне тысячу лет, тысячу пятьсот лет до Христа Иисус был в церкви тогда? Я не думаю. Не было церкви в пустыне. Если вы посмотрите на перевод Young Literal, это тот, который был в ассамблее в пустыне. Точно так, как Мидия, вы знаете, имеет свой ракурс и имея свои предвзятости. Также и переводчики имели свои предвзятости. Они переводили каждое слово, как они хотели, хотя они думали, что это плохой перевод и тогда, когда они хотели ставили свой перевод. Итак, когда мы читаем Диане, здесь мы имеем пример по предложению иудеев, из народа выбран, вызван был Александр, дав знак рукой, Александр хотел говорить народу, когда узнал, что он иудей, то закричали все один голос, и около двух часов кричали Велика Артемида Ефеска, это была их богиня. Как же все это заканчивается? 35 стих, 41 стих, той же главы, блюдечителю народа, порядка, утишив народ, сказал муж Ефески, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды Диапета, сказав все это, он распустил Экклизия, собрание. Церковь не подумали, не можем поставить, потому что подумали бы, что церковь славила Артемиду, и поэтому избирали, когда хотели использовать слово собрание, и когда хотели использовать слово церковь. Итак, синагога, синагоге переводится как синагога, означает, что ассамблея в книге Иакова, его имя даже не было Иакова, кроме этого, написано, если кто-то приходит в вашу церковь с большим кольцом, с дорогой одеждой, не почитайте его больше, а там какое слово используется для церкви, синагога, поэтому мы найдем собрание, а в книге Откровения написано, есть синагога сатаны, и там переводится синагога, почему не напишут собрание там, и поэтому избирают, когда они поставят или переведут слово как синагога, или как собрание, или когда они хотят слово церковь, и то эти слова означают собрание, натия, и вот что мы изменяем нашей Библии, которая будет иметь эти точности. Вот мы приходим дальше к деянию апостолов, мы идем дальше в Евангелии, Лук 12, 15, при этом сказал им, смотрите, берегитесь любосвяжения, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Когда он это сказал, думал ли он о конкретном человеке? Не знаете, с одной стороны, да, для всех было написано, но мы должны понять, что вы не можете находить вашу личность в том, что у вас есть, и когда они теряют все, они теряют себя, потому что кто я теперь? Наша идентичность находится в Христе, и поэтому тогда нам уже все равно, что у нас есть или нет. Следующее местописание мы говорим, и сказал им притчу, 16 стих, у одного богатого человека, у одного богатого человека, не просто богатого человека, он думает, что все знают, о ком он говорит. Был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собой, что мне делать. Задам вопрос. Как вы знаете, что кто-то сильно о себе много думает? Нарциссист. Как же человек говорит, этот нарциссист, я мое, мои. Итак, вот богатый человек, думает только о себе, некуда мне собрать плодов моих, и сказал, вот что сделаю, сломаю жидницы мои, и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой, и все добро мое, скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие в годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Итак, знаете, что каждый, который слышал эту притчу, знал, о ком он говорит? Он говорил о царе Соломоне. Царь Соломон был этот безумный человек. Посмотрите, Экклезиаз 2, 4, 6. Это Соломон пишет, и он говорит, «И я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для рощей, из них рощей, произвращающих деревья». Девятый стих. «И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме, и мудрость моя прибыла со мной». Шестнадцатый стих. «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого». «В грядущие дни все будет забыто, и увы, мудрый умирает наравне с глупым». И Шуа говорит, что глупый человек... Посмотрите, вторая глава, семнадцатый и восемнадцатый стих. Это тот... Я хочу вам сказать, что не Соломон построил храм, называют храм Соломон, и не Соломон его построил. Через минуту. Но вот что говорит Соломон. «И возненавидел я жизнь». Он сейчас умирает, а он говорит, «Я возненавидел жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня». Только что прочитали это в Евангелии. Ему говорят, «Безумный, кому достанется это все, что у тебя?» И вот Экклезиаст, он тоже обеспокоен, потому что ему нужно отдать все другому. И что мы видим здесь, что вот у тебя есть много добра на многие годы, ешь, повеселись, а Иисус говорит, ты безумный. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться». Итак, все знали это место, все знали, что Соломон это богатый человек, который является глупцом. А говоря о глупости, давайте прочитаем Таразаконие, 17-я глава, 16-й стих до 20-го. «Говорит Бог, 400 лет до Соломона это время Моисея, только чтобы он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, а у Соломона были тысячи коней, если вы не возвращайтесь более путем с ними, чтобы не умножал себе жен, дабы не развратило сердце его, и чтобы серебра и золото не умножал себе чрезмерно». А Соломон возвращался в Египет, не только он евреи, не только, извините, он покупал лошадей, но и колесницы, которые были танки того времени, и потом продавал ассирийцам, то есть врагу. И также написано, чтобы не умножал себе жен. Да, Соломон, он был мудрый, но не знал, как делать приравнение или умножение, потому что у него было много жены. Написано, не умножай, но когда он тядет на престоле царца своего, должен списать для себя список законов с его книги, находящего священников левитов. Итак, у священников есть закон, и царь должен сам написать на свитке закон, и священники и левиты должны проверять, чтобы ни одна буква не было изменена. И пусть он будет у него, и пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа Бога своего, старался исполнять все слова закона сего и постановления сии. Кто из вас знает, что некоторые люди говорят, делай, как я говорю, не так, как я делаю. Как политик, они не думают, что нет никого выше, чем он. А Бог не хотел, чтобы царь гордился в сердце. Наше сердце должно приводить нас к работе Божьей, но он не хочет, чтобы наши сердца возвышались к тому, чтобы они становились главным и надменным. Но написано, чтобы не надбивалось сердце его пред братьями его, и чтобы не уклонялся от закона ни направо, ни налево, дабы долгие дни прибыл на царство своем, он и сыновя его посреди Израиля. Я докажу сейчас, что Соломон не построил храм, как мы думаем, 1 Парапинон 28, 11, 12. «И отдал Давиду, Давид Соломону, сыну своему, чертеж». У Давида был чертеж храма, который отдал Соломону притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе. На английском было у него через дух. Итак, он дает ему чертеж всего кладовых, горниц, внутренних покоев, ковчега Соломону. Думаете ли вы, что Соломон построил это сам? Нет. Давайте посмотрим. 3 Царств, 5.13, «Я обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 тысячах человек». Но есть еще больше, давайте прочитаем дальше, 3 Царств, 5.15, еще у Соломона было 70 тысяч носящих тяжестей, 80 тысяч каменосеков в горах, 180 тысяч людей, которые строили. Строили ли вы когда-то что на менеджера, на босса, который всегда все присваивал себе? Посмотрите, Псалтирь 127.1, это написано Соломону. О, Соломон, если Господь не охранит Господа, напрасно бодрствует страж. Если Господь не созиждит дом, а напрасно трудится строящий его, вот почему Соломон в конце говорит, все не имеет цели. Он думал, что он построил этот дом, и он не поднял даже свой палец. И вот Соломон молится при посвящении храма Третья Царств 8.13, как вы знаете, если вы сильно думаете высоко о себе, я мое мои, я построил храм в жилище тебе, место, чтобы пребывать вовеки. 20 стихи, исполнил Господь слово свое, которое изрек. Я вступил на место отца моего Давида и сел на престоле Израилевым, как сказал Господь и построил храм имени Господа Бога Израилева. И он не говорит о 180 тысячах людей, которые вообще-то работали и делали всю тяжелую работу. Когда выйдет народ твой на войну против врага твоего, путем которым ты пошлешь его, и будет молиться Господу, обратившись к городу, который ты избрал, и храмы, которые я построил имени твоему. И потом 48 стихи, когда обратятся к тебе всем сердцем своим, всей душой своей, в земле врагов, которые пленили их, и будут молиться тебе, обратившись к земле своей, которую ты дал отца моих, к городу, который ты избрал, и к храму, который я построил имени твоему. Всем привет! Не видите ли вы, насколько это понятно или ясно высказано? И что еще Библия говорит? Вот Соломон только что надменно говорил о всех этих вещах, а здесь написано, береги, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди его, законов его, постановлений его, которые сегодня заповедуют тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие домы, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Итак, Соломон полностью забыл 180 тысяч рабочих, которые были задействованы, а также Бога, который был задействован. И поэтому, как я показал вам от начала, вот Соломон говорит, насколько он велик, моя работа для Бога, я настолько велик, и что происходит, сердце, оно надмивается, и поэтому вопрос, который мы должны задать себе, сердце твое привлекает тебя делать работу Божью, или ты свое сердце держишь перед Богом, поэтому мы должны делать работу Божью от любви, а не по принуждению, но должны быть осторожны, чтобы сердце свое не возвелитит, чтобы не подумать, что весь мир кружится вокруг нас. Все не о нас, о Царстве Божьем. Давайте встанем. И мы будем молиться. И потом будем делать благословение Аарона. Наш Отец и Насарь, мы благодарим тебя очень за то, что ты у нас есть, все о тебе, потому что все о том, чтобы привести как можно больше твоих детей назад тебе. Мы хотим прославить Тору и ее чтить. Это наша инструкция, как жить. И не только это, но следуя твоим заповедям, ты будешь благословлять нас, и не только будешь благословлять нас, но имя свое ты будешь влагать в нас. Точно так, как ты заповедовал Моисею говорить, Аарону говорить, да благослови тебя, Господи, сохрани тебя, да призрит на тебя, Господь, светлым лицем твоими, помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. Это прекрасное имя. Айя Ашер, Айя, Аминь. Я увижу вас в следующей неделе. Шаббат шалом, благословений. Спасибо.